В Новоспасском намерены развивать новый микрорайон, а также построить там школу. План обсуждали во время рабочей поездки главы региона. Школа на тысячу мест должна появиться на юге районного центра. Эта территория последние годы активно застраивается. А потому, если раньше здесь наремовивались возвести учебные заведения на 550 школьников, то теперь вместимость увеличили вдвое. Сергей Морозов отметил, что необходимо сразу решать вопросы и с обеспечением жильем будущих педагогов, если они в этом нуждаются. Формулировать, а потом и формировать запрос, сколько мы из этого микрорайона можем приобрести жилья для государственной власти, муниципальной власти, то есть для учителей, врачей, культуры. Можно будет это сделать, да? Потому что если мы сейчас, ну не есть, а уж точно, мы замахиваемся на школу на тысячу мест. А в Радищевском районе настроено развивать спортивную инфраструктуру. Еще в 2016 году было решено переоборудовать здание бывшего дома пионеров в центр спорта. В 2017 здесь отремонтировали спортзал, что позволило разгрузить местные школы. В нынешнем году 2 миллиона рублей выделят на оборудование тренажерного и фитнес-залов. В будущем намерены благоустроить прилегающую территорию. Мы получим хорошее такое комплексное здание, в которое будет включать в себя и тренажерный зал, и фитнес-залы, группы для занятий с детьми, зал единоборств, игровой зал. Сейчас на втором этапе находится сама реконструкция помещения. Сейчас следующий этап – это закупка профессионального оборудования, необходимого для занятий, уже полноценного включения. Я напомню, что игровой зал уже действует. Такой объект нам просто нужен и необходим, потому что у нас в Родичском районе, кроме объекта спорта, бассейна, как такового нет. Остальные все спортивные залы, они находятся в образовательных учреждениях. Востребованности есть. Также глава региона просил изучать вопрос о возможном строительстве в Родичьего универсального спортивного комплекса.